В Ненецком округе впервые в мире отметили День Ненецкой лайки. Чтобы посоревноваться, турцентр собрал большое количество любителей и братьев наших меньших. Как и в любом конкурсе, здесь были свои фавориты, интрига и даже симпатия, а еще нечеловеческие страсти. Кто же стал победителем среди первых помощников оленеводов, а кому удалось найти свою вторую половинку, расскажет Любовь Пермякова. Это Тая. Полное имя собаки – новогодняя тайна. Стоило только белоснежной красавице заступить лапой на территории турцентра, и все представители мужского собачьего пола на несколько минут забыли не только о послушании хозяевам, но и о предстоящем конкурсе. На мероприятие Тая пришла в сопровождении своего хозяина Валерия Лачехина. А вот правда, что уже потом начинаешь к собаке относиться как к члену семьи? Сразу стали относиться. Я сколько помню тебе, у нас всегда были собаки. Какая по характеру? Она очень добрая и общительная, но хороший охотник. А еще Тая очень приветливая. А рядом глядел на Таю и таял от счастья красавец Норд. Но как устоишь перед такой блондинкой? Норд вел себя как настоящий мужчина и отгонял от возлюбленной конкурентов. Кстати, главного конкурента Норда не только в жизни, но и на конкурсе зовут Рубик. И от нордического Норда он очень отличался. Ну, очень плохо с ним исправляться, потому что он слишком нордый. Если Рубик на этом конкурсе был очень весел и вращался вокруг своей оси словно юла, то одной из участниц конкурса, рыжеволосой Тюне, потребовалась психологическая помощь. В роли психиатра и наставника выступил Коля Шаман. То ли Колины наставления помогли или любовь хозяина, но Тюня с заданиями справилась великолепно. А вот собачка по кличке Андрей от бега с препятствиями отказалась. Ведь ее ассистент и тезка Андрей Вокуев без труда за него преодолел все препятствия. И только белый бим, черное ухо и хозяина слушался и с заданиями справился. А чего ему волноваться? Памятник при жизни у него уже есть. После прохождения спортсменами всех испытаний, проходки, показа прикуса и бега с препятствиями, жюри в составе которого входили профессиональный кинолог Анжелика Макаренко, хозяйка чумотеки Ирина Коткина и директор туристического центра Матвей Чупров ненадолго удалились. И вот они, долгожданные номинации. Обаяние завоевала рыжеволосая Тюня. Звание мистер Лайк достался Биму. Красой Заполярье, бессомненно, стала Тая. Пес ученым – Рубик. Позитив – пес Андрей. И абсолютный победитель – ненецкая лайка Норт. Любовь Пермякова, Александр Дуркин, Телеканал «Север».